На расширенном президиуме Российского профсоюза работников культуры собрались деятели искусства со всего Подмосковья. Из Домодедова, Каширы, Ступина, Бронец и многих других муниципальных образований. Площадкой проведения стал научно-культурный центр в Горках Ленинских. На повестке дня вопросы организационной работы, мотивации профсоюзного членства, обмен опытом и, конечно, построение планов. Уважаемые коллеги, у нас действительно большие праздники впереди. У нас в ноябре будет празднование 90 лет профсоюзов Московской области. Скорее всего, это мероприятие пройдет в Московской областной думе, в зале Московской областной думы. 2019 год вообще богат на юбилеи. 90-й день рождения скоро отметят и профсоюзы работников культуры. Такие объединения – большое подспорье для деятелей искусства, считает Татьяна Барсукова. Первая и основная задача все-таки профсоюза защиты социально-трудовых прав и экономических интересов членов профсоюза. Вопросы оплаты труда все равно не возникают не только в муниципальных образованиях, но и в федеральных учреждениях культуры. Мы оперативно их решаем, мы вместе двигаемся, мы работаем совместно с руководителем. На территории Ленинского городского округа сейчас работают 11 профсоюзных организаций, в которых состоят более 300 человек. Профсоюзы – это, конечно же, очень мощная сила в организации проведения различных и общественных мероприятий. Но самая главная задача их – это объединение людей, помощь людям и, так сказать, хорошее творческое общение. У нас проходит в музее-заповеднике Горки-Ленинске очень много развлекательных программ, концертные и детские спектакли. Мы привлекаем по пригласительным билетам детей, которые были в профсоюзной организации, их родители, бабушек и дедушек. Мы им делаем пригласительные билеты бесплатно, так как они очень долгое время работали в музее-заповеднике Горки-Ленинске и были работниками профсоюзной организации, участниками. И профсоюз – это семья, которая всегда может прийти на помощь. Встреча получилась очень информативной и плодотворной. Благодарностями и памятными подарками отметили наиболее отличившихся деятели искусств. От нашего муниципалитета награды получили пять человек. Среди них – наши коллеги-сотрудники телеканала «Видное ТВ», которые в начале месяца успешно выступили на фестивале телекомпании Московской области «Братина». Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова